МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала «Самары-10» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Команда КВН «Самары-Перспективочка» стала чемпионом сезона телевизионного шоу талантов «Детский КВН». Сколько российских команд победили веселые и находчивые из Самары? Какие планы развития у «Детского КВН» в Самарской губернии? В нашей студии Сергей Ларионов, руководитель движения «Самарский КВН», абсолютный чемпион Международного союза КВН. И Лиза Селиванова, участник команды «КВН-Перспективочка». Сергей Лиза, здравствуйте. Искренне рад вас видеть. Спасибо, что пришли, нашли время. Здравствуйте, Ян. Здравствуйте. Ну и для начала хочу вас поздравить. Насколько я понимаю, вот вы победили, это правильно называется, телевизионный шоу талантов «Детский КВН», но если переводить на простой русский язык, вы чемпионы России по КВН. Я бы добавил еще, что если во всем мире играют КВН только русскоязычные населения, поэтому я бы сказал, что, наверное, чемпионы мира. Даже так? Даже так, да. Ну, в принципе, если учесть, что, я правильно понял, что на самом деле КВН – русскоязычная игра? То есть это игра на русском языке? Да, это наш отечественный продукт, и, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, КВН – это наш национальный бренд. Браво, браво, браво. Лиза, вот тогда такой вопрос. Ну, а сложно стать чемпионкой России? Вот ты сейчас, Елизавета Селиванова, чемпионка России по КВН. Вот сложно? Как вот путь-то твой вот этот чемпионский начинался? Да, это очень сложно, потому что до того, чтобы дойти до финала, чтобы победить, очень много репетиций, очень много других этапов, потому что мы сначала играли в Самаре, по Самарской области. Сейчас вот мы уже играем на российском, на международном уровне, и до финала, конечно, идти очень сложно, потому что помимо одной игры, за ней стоят очень много репетиций, месяцами, а то уже и годами мы репетируем, чтобы добиться вот таких результатов. Ну, много репетиций. Это сколько вот репетиций? Вот ты, получается, ты сразу вот уроки закончились, и ты сразу пошла репетировать, и вот там три часа репетируешь без перерыва. Как? Вот что значит много? Это вот такое понятие растяжимое. Ну, за месяц, например, до игры мы начинаем репетиции, и репетируем каждый день по три часа, по два часа минимум, а то и больше. Вот последнюю неделю до игры мы можем репетировать до пяти часов, ну, там, конечно же, с отдыхом, с перерывами, чтобы у нас на выступлении все было идеально. А уроки когда делаешь? Или ты их не делаешь? Почему? Нет, успеваем, конечно, все делаем. Ты отличница? Да. Нет, серьезно? Серьезно, отличница по всем предметам. А как ты успеваешь? Открой тайну. Это тайна КВН. Это тайна КВН? КВН все-таки клуб, веселка находишься. То есть тебе Сергей помогает приходить? Нет, ну, во-первых, я не руководитель команды. Я понимаю, но тем не менее, так это паотически. Ну, это, наверное, вопрос все-таки к Елизавете. Елизавета, кто помогает делать уроки? С уроками справляемся сами, но, конечно же, помогают очень сильно родители, совсем во всем поддерживают. И после того, как ты приходишь вот изнуренный после репетиции, находишь в себе силы еще, чтобы, конечно же, прийти в школу и сдать все уроки. Учителя как, нормально смотрят? То есть, скажем так, благоволят КВН-у или наоборот, говорят, вот, где-то ты там время проводила. Ну-ка, теперь отвечай. Учителя достаточно хорошо, позитивно относятся к КВН-у, когда ты каждый раз приезжаешь, приходишь, говоришь, вот, мы опять еще раз хорошо выиграли, выступили. Некоторые даже ходят на игры, тоже нас поддерживают. Да, учителя тоже абсолютно хорошо относятся. Ну, сколько команд вы, кстати, победили, вот, перед тем, как стать чемпионами? Вот расскажи вот этот вот, ну, скажем так, чемпионский путь. Команд, наверное, даже не считаем, потому что вот в российском, в самарском КВН-е очень много талантливых команд, очень много ребят, которые играют в КВН. И мы со всеми командами в очень хороших отношениях, потому что это игра. Это я понимаю, ну, вот, смотри, вот есть чемпионат города, потом чемпионат области, вот если таким спортивным языком. Вот, чтобы стать чемпионом города, нужно сколько там выиграть команду? Я, давайте я вам отвечу в этом плане, что каждая система есть свой уровень и своя этапность. Вот, если учесть, например, всероссийский уровень, да, где команда перспективочка играла, то есть фестиваль, международный фестиваль команд КВН в городе Анапа, куда съезжаются там более 300 команд со всего, со всей страны. И только 30 участвуют в телевизионном шоу детских КВН, которые снимаются и выпускаются на федеральном телеканале. Из этих 30 в финал попадает только 4. Ух ты! Вот, и получается, эта команда перспективочка стали чемпионами и прошли вот этот отбор из 300 команд и стали первыми. В финале принимали участие представители команды Республики Дагестан, Курской области, Хабаровского края и, соответственно, Самарской области. — Ну, 300 и чемпион — это вот цифра говорит сама за себя на самом деле. А, кстати, вот если с этой точки зрения, вот если брать город, область, а на сегодняшний день Самарская губерния, что такое детский КВН в Самарской губернии? — Ну, Самарский КВН детский КВН — это в первую очередь огромное движение. Это в первую очередь, у нас 4 дивизионы есть в рамках нашего региона — Самарский, Тольяттинский, Северо-Восточный и Юго-Западный. Мы разделили регион на 4 части для того, чтобы ребята могли, имели возможность играть в каждой точке нашей области. И при поддержке губернатора Дмитрия Кучазарова у нас КВН совершенно бесплатный. У нас не продаются билеты, у нас... — Какая прелесть! — Да, и для команд созданы все условия, чтобы они могли просто реализовываться. Это как КВН физкультуры. Потому что есть, например, ставят во дворах тренажер или что-то, чтобы ты мог подойти, как физкультура. То же самое КВН. Поэтому все условия созданы, есть школы КВН, обучающие кемпинги, семинары и так далее. Поэтому если копнуть поглубже, то команда «Перспективочка» — это как раз и есть олицетворение того, что команда создана с нуля, прошла большой, огромный путь в районе 4-5 лет. И это закономерный результат для тех, кто упорно это делает, кто стремится к результату, и кто делает и отдает себя без остатку этому прекрасному занятию. Потому что я думаю, что КВН — это не только игра, в частности, а это образ жизни. — Это образ жизни. Такой социально-творческий лифт для молодого человека, в частности, для подростка, для школьника. И я, честно, несказанно рад, что представитель нашего движения, нашего региона, эта команда стала победителем. Поэтому я думаю, что на эту команду сейчас стоит другим школьникам равняться, а для руководителей школы делать определенные выводы и взять это на заметку. Потому что команда КВН в своей школе — это очень круто. Это не только, скажем, визитная карточка школы, но и это еще большой образовательный институт. Потому что из этих ребят вырастают потом хорошие наставники и отличные лидеры. — Ну, я согласен, потому что здесь просто школа вообще учит, я так понимаю, всему. Сценическая речь, движение. Я даже боюсь представить, чему не учат на самом деле. А, кстати, а где детей-то набираете? Потому что дети нужны же талантливые. — Ну, это вопрос. Вот, Лиза, скажи, твои партнеры по команде, они вообще... Вот у них есть хобби? Откуда вы взялись там все? Вот как это? Я знаю, что команда «Перспективочка» — это вообще такой определенный симбиоз. Даже там есть, что ребята из разных школ других тоже. — А, то есть это на самом деле не только одна гимназия? — Да. На базе гимназии «Перспектива» она, получается, радушно открыла двери, и эта команда... — И, пожалуйста, welcome, заходи, кто хочет. Ну, это... — Ну, кто может? — Не то, что как бы изначально, просто когда профессиональный детский КВН, ты уже представляешь лицо региона, да, и ты собираешь не то, что лучших, да, там, естественно, основной костяк — это команда «Перспектива» и гимназия «Перспективочка», да, но есть еще пара человек, насколько я знаю, они из других школ. Вот, Лиза, я знаю, что она учится в 120-й школе, как бы. — То есть ты не из гимназии? — Но она давно уже играет за эту команду, да, она... — А как попала-то, кстати, в КВН? Что тебя вот вдруг туда привело-то? — В КВН я пришла после семи лет гимнастики, потому что я поняла, что хочу что-то менять, и очень любила с родителями смотреть высшую лигу. И у нас в школе появилась своя команда, а потом вот руководители «Перспективочки» увидели меня и сказали, пошли к нам в команду, ты нам очень нужна. Поэтому теперь я вот уже третий год играю за команду «КВН-Перспективочка» и стала уже ее большой частью. — Ну, семь лет в гимнастике, художественная гимнастика? — Спортивная гимнастика. — Семь лет в спортивной гимнастике и три года в КВН. Слушай, ну ты... Ты сверхдисциплинированный человек, просто я представляю, что такое спортивная гимнастика. — И там каждый такой, в смысле сверхдисциплинированный и отличный. — Да, абсолютно. — Сверхдисциплинированный и отличный. А, кстати, вот шутки откуда берешь? Вот тебе как вот... Кто-то пишет, как у вас этот процесс выстроен? Вот, Сергей, может быть, вы ответили, или ты? — Ну, у нас в команде есть наш руководитель, это Роман Баширов. Он нам пишет шутки, сценарии, он нам ставит всю эту актерскую игру, все наши выступления. И мы просто уже подхватываем именно шутки, слова, учим их, запоминаем актерские тональности, и потом уже ему показываем, как готовый результат. — Да, я просто хотел добавить, что вот в год педагога и наставника, в частности, команда КВН, детская команда КВН, это яркий пример. Это талон, как это должно выглядеть, как раз взаимодействие наставника и школьника. Вот поэтому я думаю, что это еще как раз вот этот проект, вернее, это призвание наставничества ярко выражено в КВН, в частности, детском. Потому что для ребенка самое главное — правильно его направить. И я считаю, что в этой ситуации и в этом движении как раз наставничество, оно очень важно на 90%. И какой наставник, какой у него взгляд на жизнь, какой его развитие, не только ребенка в одной гимназии, но и в рамках страны, это очень важно. И это дорогого стоит, и то, что делает команда, например, на сцене, получается, что это взаимодействие внутри вот этой команды, внутри этого клуба. И это важно. Это один из инструментариев, как это должно быть. Лиза, твоя любимая шутка какая? Сложно назвать любимую шутку, потому что у нас очень много миниатюр, очень много шуток. И каждый раз, играя в какую-то шутку, ты влюбляешься в нее заново. Поэтому не назову, наверное, но люблю все. То есть нет такой самой любимой. Достойный ответ, да. Достойный ответ. Планы какие? Ты собираешься стать профессиональным, скажем так? Ну, игроком в КВН или человеком, который работает в шоу-бизнесе или работает на телевидении? Или для тебя это вот такое хорошее, полезное, развивающее хобби? Ты для себя решила или пока еще думаешь об этом? Сложно загадывать, конечно, на будущее, но КВН это такая большая платформа, которая даст, наверное, большой толчок в будущем. Очень сильно поможет там, наверное, в любых сферах. И потом, да, наверное, очень хочется, одна из моих больших мечт, это играть в высшей лиге КВН. А, то есть все-таки, все-таки высшей лиге КВН? Ну, она пока еще школьница. Но пока еще школьница. Сергей, кстати, вот такой вопрос к вам, как, ну, вот, руководителю Самарского КВН. А как вот детей уберечь от того, чтобы их не утащили, вот, талантливых подростков, вот, ну, всевозможные, скажем так, стендап-шоу и так далее? Потому что понятно, что спрос на таланты, он есть, и наверняка есть некие скауты, которые отсматривают и могут начать, как это, помните, Козлевича соблазнили ксензы? Нет, на самом деле, в данном случае, кадровый голод, он наблюдается везде определенный, и люди талантливые, как бы, без внимания не остаются. Ну, это, КВН, не исключение. Ну, в данном случае, во-первых, а, мы не монополисты в этом, да? Ну, это, конечно, они не крепостные. Это у нас демократия и свободное слово в стране, и, слава богу, это очень здорово. Во-вторых, я думаю, что КВН – это определенный трамплин, вот, кто-то от него толкнулся и полетел дальше. Если он увидел, что он развивается именно в творческом плане, он и идет по этой стезе, он становится либо там продюсером, актером, сценаристом, может быть, просто идет в киноиндустрию или в индустрию развлечений, либо именно культуры. Это зависит еще от внутреннего состояния человека. Кто-то толкнулся от трамплина КВН и летит вместе в его орбите, например, как я. Кто помогает этим молодым звездочкам найти, сериализоваться, как бы, и направить их. И я очень рад, что я непосредственно уже, там, порядка 20 лет нахожусь в этой сфере, и мне нравится, когда ребята, как бы, из немножко так, некоторых запуганных, кто-то, наоборот, там, слишком амбициозный, становится частью этого огромного движения и потом становится прекрасными людьми. А кто-то, для кого-то КВН – это просто этап, жизненный этап. И это не значит, что он плохой человек. Нет, он просто играл в КВН, и это ему помогло обрести большое количество друзей, людей, знакомых. КВН-щик, он же, ну, по большому счету, как клоун в цирке. Что это значит? Клоун умеет все. Он умеет все, он универсал. Вот КВН-щик, он универсал. Для того, чтобы написать шутку или изобразить кого-то, он должен владеть этой информацией, он должен изучить, загуглить, проинформировать. Поэтому на сцене он и врач, и доктор, и учитель, и друг, и продавец в магазине, там, или литератор, философ. И акробат, и интеллектуал, и философ, и литератор. Я согласен. За по чуть-чуть, как бы, но это и говорит, что все-таки КВН – это самодеятельность. Профессиональный, но все-таки самодеятельность. И это самое главное. И я думаю, что если он не стал, например, КВН-щиком или актером, зато он потом станет прекрасным врачом, прекрасным адвокатом, либо слесарем, либо шахтером, либо водителем такси, либо просто хорошей мамой. И это здорово. И я думаю, что вот это воспоминание, когда он играл в КВН, займет прекрасное место на полочке, которым будет иногда брать в руки, вспоминать, как это было здорово. И, ну, самое главное, это, конечно, ценность, это навыки, приобретенные во время подготовки. Ты знакомишься с большим количеством людей, ты прикасаешься к всем темам, к всем сферам деятельности, что и показывает именно школьный КВН. Он самый искренний, самый настоящий. Я думаю, что самое интересное. Большое спасибо. Я предлагаю сейчас сделать паузу, посмотрим сюжет. Ну, а затем мы пригласим в студию ваших коллег, которые расскажут тоже об этом замечательном явлении Самарский КВН и команда «Перспективочка». Спасибо. Именно этим драйвовым приветствием и началось выступление команды «Перспективочка» в финале детской лиги КВН. Самарцы стали лучшими в игре с тремя другими командами из Хабаровска, Дагестана и Курской области. Борьба была плотная, но волжане, выступающие в свое удовольствие, стали чемпионами. Финал был очень сложный, команды были тоже очень сильные, были очень мощные выступления у всех команд. Мы выступали с кайфом. Мы все кайфанули от этой игры. Сейчас в команде 19 человек. Многие из них уже 4 года шутят на сцене, и эта победа для них стала по-настоящему долгожданной. Но есть и новые участники, которых одноклассники приобщили к жизни с репетициями и гастролями. Гимназисты признаются, что учебе это не мешает, а наоборот, учат грамотно распределять время и все успевать. Ну вообще не мешает. Я помимо КВН и школы занимаюсь вокалом и танцами, то есть я много чего успеваю. Родители увлечения детей поддерживают и понимают, что это не просто развлечение, но и титанический труд. И сами помогают мастерить костюмы, декорации, а также помогают ребятам нагонять школьную программу, которую они пропускают из-за выступлений. Каждый родитель уже понимает, что чтобы у ребенка все получалось, с ним надо быть вместе. То есть без помощи родителей дети не смогут потянуть учебу. В образовательном учреждении традиции детского КВН очень сильны. Это уже третья команда в истории гимназии. Сначала все началось с 11-ти классников, которые решили поиграть просто в свое удовольствие. Затем образовалась команда «Перспектива», участники которой уже выпустились. После этого создали команду из совсем юных гимназистов, чтобы они играли вместе как можно дольше. Финал состоялся в День Учителя 5 октября. И когда нам объявили и сказали, что наши дети победили и стали чемпионами детского КВНа, вы представляете, какой это был подарок для всего педагогического коллектива? Следующий сезон команда по сложившейся КВНовской традиции пропустит. И пока коллектив сосредоточится на подготовке к специальным праздничным игровым выступлениям. И обязательно постарается взять гран-при Всероссийского фестиваля следующим летом, чтобы стать абсолютным чемпионом детского КВН. Пока мы смотрели сюжет, в нашей студии сменились гости. У нас в гостях Анна Денисенко, руководитель команды КВН «Перспективочка» и Саша Лисовский, участник команды КВН «Перспективочка». Анна, Саша, рад вас видеть в нашей студии. Ну и вот, знаете, повторюсь опять же, вы чемпионы России. Вот насколько сложно и насколько, кстати, ощущение вот этой, ощущение себя чемпионом? Вот насколько это вы ощущаете, что вы первая? Есть вот это ощущение? Есть ощущение, что добились того, к чему шли много лет. Это труд не одного года. Большой труд на самом деле. И когда родители понимают, как бы, чего это детям стоит и помогают, тогда все только получается. Ну это осознанная, мне кажется, уже победа. Вначале не понимали вообще, что произошло. Куда ввязались? Ну, вначале вообще, когда ввязались, да, это не понимали. Потом мы не понимали, что произошло, потому что эмоции зашкаливали, а потом какая-то пустота. Но осознав происходящее и приняв то, что мы все-таки выиграли, у нас это получилось, это очень приятное ощущение, что дети действительно сделали такой большой-большой шаг вперед. Саша, а ты сколько лет тут занимаешься КВНом? Два с половиной. Два с половиной года. Сейчас ты учишься в каком классе? В четвертом. То есть получается, ты практически в первом классе начал этим заниматься? Нет, во втором. Во втором. А как ты вот, ну, пришел, вот почему вдруг такое решение принял? Потому что кто-то, я не знаю, идет заниматься спортом, кто-то танцами там и так далее, и так далее. Почему вдруг КВН? Ну, просто, во-первых, хотелось что-то уникального. У меня в классе никто не занимался КВНом. И я подумал, а почему не пойти на КВН, узнавать много нового в шутках. Плюс сестра рассказала, которая в той же школе училась, что в нашей школе есть команда КВН детского, и, может, ты туда попробуешь походить. Ну, втянулся. Сколько раз в неделю ходишь? Ну... Как ты сказал, походить. Это знаешь, как это, походить на самбо, походить на хоккей. Сколько раз в неделю ходишь? Всегда по-разному, репетиции. Всегда по-разному. Ну, в среднем сколько бывает? Одна, две, три, пять репетиций в неделю? Ну, если, смотря какое время, сколько времени осталось до игры, если там до игры еще месяц, хотя мы редко так начинаем репетировать, то мы репетируем где-то по часу и... Каждый день? Ну, не каждый день, а где-то два, а пять раз в неделю. Пять раз в неделю? Ну, примерно. Но если прям вот до игры осталась неделя, а еще хуже несколько дней, то мы репетируем там по три часа, одна репетиция, репетиция каждый день. А если мы уже в другом городе, то репетиция может быть несколько за один день. Анна, вот я с удивлением узнал, что оказывается в команде «Перспективочка» дети не только из одноименной гимназии. Вы, я правильно понимаю, что на самом деле, вот, то есть с одной стороны база, понятно, это гимназия, а с другой стороны вы, ну, готовы были, вы принимаете детей, приглашаете детей, которые хотят и могут этим заниматься, ну, из других школ. Потому что вот Лизавета, она в другой школе учится. В другой, да. Она просто таким ярким лицом была команды, и, к сожалению, у них команда распалась, и у нас Роман, наш режиссер, пригласил Лизу в команду. А у нас еще одна девочка, которая вокалистка. Вот у нас потребность была в вокалистах, и тоже как бы она приглашенная в нашу команду именно для поднятия уровня вокала. Потому что в КВН-е специфический может быть вокал, то есть нужны сильные голоса, именно чтобы ребята владели им. Ну, то есть профессиональный практически уровень, это требовала Москва. В Москве, конечно, немножечко выше дети уровня подготовки. Не, ну как, вообще-то чемпионами стали вы в итоге, с точки зрения уровня подготовки? Потому что со всех сторон была подготовка. То есть мы уже не первый год занимаемся с хореографом. У нас в каждой игре вот эти связки готовит хореограф наш, вот Антон, замечательный педагог, дети его очень любят. Получается, вот вокалистов подтянули. То есть у вас есть отдельный педагог по вокалу? Не педагог. Мы, если обращаемся за помощью, но у нас ребята сами справляются, именно из-за того, что они внутри коллектива есть профессиональные вокалисты, которые помогают всей команде выстроить вот эту вокальную составляющую. И есть специалист-хореограф. Да, вот к хореографу обращались, потому что именно такие современные связки, которые именно добавляют эффекты команде, плюс еще эффект слаженной работы команды дает. Вот нам Антон очень помогал с этим. Я просто, вот я понимал, что как бы КВН на самом деле такая очень серьезная работа, профессиональная. Вот, Саша, скажи, а что ты вот изучаешь? Вот хореография, я понял, вокал. Что еще ты изучаешь, вот когда ты занимаешься КВНом? Ну, во-первых, в шутках иногда бывают интересные факты. Там, опять же, был один номер в этом сезоне, очень смешной. Там я играл американца, и мне надо было узнавать английский. Там в некоторых шутках я новые слова узнал на английском. А какая твоя любимая шутка? Ну, есть две мои любимые шутки. Одну из них вырезали, одна из них попала в телепроект. Вот, которая попала в телепроект. Это, можете сейчас посмотреть, полуфинал уже можно найти в Ютубе. Там первая шутка у нас, что я с вот такими огромными красными, типа красными глазами, говорю начальную фразу, и типа, что я насмотрелся рекламы КВНа, детский КВН смотри только на солнце. Ну, и вот шутка в том, что, ну, вот он полдня на солнце и пялился. А вторая шутка, мы ее хотели показать на фестивале в Анапе, но ее вырезали. Она не вошла в конечный фразу? Не вошла. А она о чем? Про рокера, что, типа, почему меня нет на сцене, и я выхожу, типа, как будто бы я рокер. И начинаю спрашивать, там, про вот такое-то там, в данном случае, кто-нибудь шутил про короля и шута, там, да, весь фестиваль. А про Барби, да, весь фестиваль. И там было еще про то, что ни разу никто не шутил. Там было, типа, а про сломанный ручник, ручник автомобиля. И все это еще было добивко к этим всем. Эх, куда мы катимся? Ну, в принципе, это мои любимые шутки. А трудно учиться и вот заниматься КВНом? Потому что ты вот сам сказал, ну, минимум 3-4 раза в неделю, по часу, а то и больше. Часто уезжаете. Вот как это, сочетать учебу и КВН? Очень сложно. Особенно, когда появляются новые учителя, а ты в самом начале учебного года уезжаешь, как в нашем случае. И тут сюрприз, ты приезжаешь. Я знал, что у нас новый учитель по одному из предметов. А он не знал тебя? Ну, я не знал, кто это. Хотя, на самом деле, я, оказывается, его много раз видел просто в коридоре. Ну, в итоге кто? Ты отличник, хорошист, троечник? Был отличником, стал хорошистом. А, ну, то есть ты как бы учишься-то хорошо на 4-5. Да. Ясно. Вот, кстати, интересно, вот дети, Анна, вот ваше ощущение, много детей планируют потом стать, ну, как бы, связать свою жизнь с КВНом или с шоу, или с телевидением и так далее? Или все-таки это для них вот шутка? Нет. Такое, как бы, такое, ну, хорошее времяпрепровождение, хорошее, очень полезное, очень полезное, безусловно, развивающее такое дело, там, место, где дружат, общаются? Вы знаете, те, кто воспринимают это как шутка и времяпрепровождение, они долго не задерживаются в команде. Это вот уже опыт показал. И ребята с годами поняли, что КВН, именно игра в КВН, это не игра. Это достаточно большой труд, это достаточно большое преодоление себя. И сейчас я могу сказать, что у ребят достаточно большие достижения. Достижение, там, допустим, держать себя на сцене. Достижение как-то свободно общаться с людьми, с разными людьми, потому что, когда они по разным городам ездили, то есть, естественно, они сталкивались с различными людьми, которыми приходилось тоже как-то учиться правильно общаться, учиться себя держать, подать себя тоже в какой-то степени. И я считаю, что ни один из ребят команды не скажет, что это просто развлечение. Это действительно большой труд. А в будущем, я считаю, кто-то, наверное, свяжет жизнь свою. Но однозначно это не пройдет просто так. Это очень полезный опыт, это большой приобретенный такой багаж для жизни. Саша, ты как, твои планы какие? С КВНом планируешь свою жизнь связать? Прямо кратко осталось, одна минута. Да, я во взрослой жизни хочу собрать свою команду детского КВН. Я тебя понял. Ну что ж, большое спасибо за интересную, веселую, хорошую, добрую беседу. Саша, тебе удачи, чтобы все твои мечты воплотились в реальность, чтобы все у тебя получилось, у тебя для этого есть на самом деле все возможности. Напоминаю, в нашей студии была Анна Денисенко, руководитель команды КВН «Перспективочка», и Саша Лисовский, участник команды КВН «Перспективочка», который планирует затем создать свою команду и заниматься этим уже профессионально. А я напомню, Голосуорси говорил, что юмор для человека тоже, что аромат для розы. Ходите на КВН, смотрите. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова